Евгений Александрович Евтушенко С 41-го года жених, на войну уезжавший на завтра в теплушке, был посажен зиминской роднёй на поскрипывающий табурет, и торчали из шевровых фартовых сапог еще новые бледные ушки, над загибом блатных голенич, на которых играл золотой керосиновый свет. С 41-го года невеста вошла с тяжеленным, расписанным розами тазом, где тихонько дымясь колыхалась тревожно вода, и стянула она с жениха сапоги, обе рученьки в акции запачкала разом, размотала портянки и делала все без стыда. А потом окунула она его ноги в осы и в мальчишеских цыпках, так что, вздрогнув невольно, вода через крайноцветной половик пролилась и погладила ноги водой, с бабьей нежностью пальцев, девчончих, сыпких, за алмазом алмаз в таз роняя из глаз. На коленях стояла она перед будущим мужем, убитым, обмывая его наперед, чтобы, если погиб, то обмытым. Ну а кончики пальцев ее так ласкали любой у него на ногах волосок, словно пальцы крестьянки на поле любой колосок. И сидел ее будущий муж, ни живой, ни мертвый, мыл он ноги ему, а щеками и чубом стал мокрый, так прошиб его пот, что вспотели слезами глаза и заплакали родичи и образа. А когда наглонилась невеста, чтобы выпить с любимого воду, он вскочил, ее поднял рывком, усадил ее, словно жену, на колени стал сам, с нее сдернул цветастые чесанки сходу, в таз пихнул ее ноги, трясясь, как в оздобном жару. Как он мыл ее ноги по пальчику, по ноготочку, как ранетки лодыжек в ладонях дрожащих катал, как он мыл ее, будто свою же, еще нерожденную дочку, чьим отцом после собственной гибели будущий стал. А потом поднял таз и припал, а шималь захрустела под впившимися зубами и на шее кадык заплясал. Так он пил эту чашу до дна и текла по лицу, по груди, трепеща, как прозрачное, самое чистое знамя с ног любимых вода. С ног любимых вода.